По всей видимости, определенную роль сыграла поездка президента университета Землякова в министерство. Накануне этого собеседования, 15 числа он был там, в Москве, и поработал соответствующим образом. Я думаю, что это мнение каким-то образом транслировалось и сыграло на окончательное решение. По всей видимости, мои оппоненты чего-то испугались, и испугались они того, что они могут проиграть на этих выборах, потому что большинство коллектива реально меня поддерживает, и это чувствовалось во время встреч. И сегодня даже с утра, в 7 часов, не прекращаясь, телефон звонил, 3 часа разрядился. Это были все слова сожаления и были слова поддержки. Но я думаю, что это для меня не удар. В принципе, я понимал, что это произойдет, только на каком этапе. Но оказалось, что на этом предзаключительном этапе это произошло. Я думаю, что каким-то образом выборы состоятся, либо могут не состояться. Здесь, в общем, это воля коллектива, который будет принимать это решение. Что касается вообще, так сказать, атмосферы развития университета, я думаю, университет потеряет серьезно. Мы споткнемся, потому что ничего нового претенденты предложить не могут. И самое главное, изменить тот человеческий климат, который сейчас существует. Потому что все напряжены. И это, в общем-то, еще дополнительный удар, такой плевок в адрес коллектива, что все это решается не ими, а решается со стороны. И людьми, не заинтересованными, по всей видимости, в развитии университета, а наоборот, в том, чтобы загнать в какой-то период стагнации. Потому что я думаю, что позиции опорного университета будут подорваны вот этими решениями. То есть развития пока трудно ожидать. Я не думаю, потому что все разочарованы. Это и руководящий состав, это и руководители подразделения, это и сотрудники. Никто не ожидал вот такого серьезного удара с тыла. Думали, что будет честная, нормальная борьба, предвыборная, как говорится, демократичная. Но я скажу, что эта тенденция не только у нас в университете, она, в общем-то, отмечается по всей стране. Это, я думаю, системный какой-то, какой-то системный сбой. Продолжение следует...